О том, что российские власти бездарно копируют приемы и даже речи каких-то исторических персонажей, сказано уже много. Но иногда кажется, что на старости копаться в исторических аналогиях становится скучно и поэтому Путин и его политбюро за основу действий все чаще берут старые, хорошо забытые анекдоты. Вот и сейчас российская пресса показывает ходы своего руководства, которые укладываются в канву древнего анекдота. Не будем его приводить целиком, каждый вспомнит по фразе «то ты Вася, то не Вася». В общем, когда в Европе открыто заговорили об энергетическом кризисе, а ряд стран потребовал начать расследование роли РФ и Газпрома в этих событиях, из Москвы полился в России поток заверений в том, что они понятия не имеют, о чем идет речь. Официальные лица РФ по очереди играли роль то Айболита, то Папы Карлы, которые в принципе не могут сделать западло, особливо Европе и в первую очередь Германии. При этом разводили руками, показывая высшую степень недоумения и твердили о том, что они «все делают как обычно» и не сокращали никаких поставок. Особенно порадовала речь деятеля, который с видом придурковатым, копируя Пескова, объяснял прописные истины, которые должны были убедить кого угодно в том, что Московия даже физически не могла устроить такую подлянку, даже если бы очень сильно захотела. Как для дебилов он объяснял, что газ добывают из-под земли, откуда он по трубам выходит наружу и что если закрутить крантик на скважине и не выбирать газ, то может случиться бздрыв. Поэтому добычу сокращать нельзя, а раз такое дело, то и сократить поставки газа тоже не получится, технология не позволяет. Правда, несознательные деятели таки подтвердили факт Рескова в разы сокращения прокачки газа через Украину и Польшу, но на это был приготовлен ответ в стиле, что есть и другие способы прокачки газа, а если вы не в курсе, то не надо в это погружаться. Правда, от такого в Германии газ не стал дешевле. Но когда началось расследование, из Москвы послышались другие песни. Нефтегазовая компания Winterscheldea была вынуждена значительно снизить добычу углеводородов в третьем квартале 2021 года из-за прошедшей в августе аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. Вот оно что. Оказывается, это виновата какая-то левая компания, которой дали возможность что-то там добывать. Оказывается, что это немецкая компания, и в своем отчете она пишет следующее. В августе пожар на одном из сторонних предприятий по переработке газа и конденсата в Новом Уренгое повредил установки, что потребовало от нас прекратить всю добычу на участках 1А, 4А и 5А, Ачимовских отложений, что значительно повлияло на нашу, российскую и общую добычу группы в третьем квартале. Тут важно заметить вот что. Речь идет об аварии на инфраструктуре «Газпрома», а отчитывается о сокращении добычи немецкая компания. Хотя, насколько она немецкая, это отдельная тема. Тем не менее, она сократила добычу, хотя у нее ничего не взрывалось на скважинах. Наоборот, хлопнуло что-то на «Газпромовском заводе». Хотя Путин недавно рассказывал о том, что украинская ГТС устаревшая и аварийная, но бахнуло на современном заводе в Уренгое. Вот еще одна цитата. Пожар на установке диэтонизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО «Газпромпереработка» произошел 5 августа. Однако «Газпром» позже в своем комментарии сообщил, что авария не повлияет на планы по добыче газа, а также газоснабжение, так как компания обладает широкой географией запасов. Вот так. Авария не повлияет на объемы добычи. Повлияет, но не сильно, потому что есть запасы в других местах. Повлияет, но не на нашу добычу. Тут надо понимать вот что. ОПЕК однажды экстренно собрались для того, чтобы временно отрегулировать объемы добычи нефти, а значит и цену. Но потом ребятам понравилось и теперь они регулируют на постоянной основе так, как им нравится. Теперь Москва испытала тот же рецепт, но уже с газом. А так как она не получила быстрого отпора и жесткого ответа, то теперь игры с ценой газа будут постоянными. Дуэт Шередер-Меркель дал Путину для этого все необходимые инструменты. А выход один. Ликвидация монополии Газпрома под корень, а желательно ликвидация его присутствия на газовом рынке Европы. Как сказал Воланд, подобное лечится подобным. И никак по-другому.